Возвращение гречки. Торговые сети увеличивают поставки товаров, на которые сформировался ажиотажный спрос. В формате одного окна в Чебоксарах открылся центр «Мой бизнес». Земля раздора. В Новочебоксарске завершается восьмилетняя тяжба за участок, на котором планируется разместить кордодром. В некоторых магазинах Чувашии опустили полки с крупами, сахаром и туалетной бумагой. Ажиотажный спрос обусловлен коронавирусом. Запасаться товарами – это, конечно, право каждого, но в этом нет никакой необходимости, уверяют представители торговых сетей. Продукты в магазины завозят, соответственно, возникающие потребности. Тему продолжит Татьяна Трофимова. Отсутствие гречки на полках некоторых магазинов только от того, что торговые сети не ожидали такого наплыва покупателей и дополнительные заказы делали только постфактум. Ну, действительно, крупы и дешевые макароны подвымылись. Мы не рассчитывали на такой спрос. И в системе размещены повышенные заявки на эти товары. Под ноль стал вымываться сахар. Мы разместили повышенные заказы, и уже сейчас сахар в магазинах в избытках. При этом цена на сахар не поменялась. То есть аналогично круп и дешевых макарон. То есть если на этой неделе товар подвымылся, это означает, что на следующий максимум через две недели товара в магазинах будет с избытком. Но делать запасы на всякий случай побежали не все. Я не буду ничем закупаться, потому что я считаю, что это просто паника. Я думаю, что товар на полках будет присутствовать независимо от коронавируса. Потому что в данное время, я думаю, у нас столько сейчас поставщиков, что проблем с продуктами однозначно не должно быть. Муки одна пачка, ну макарон две пачки, гречки две пачки. Все. Не закупаются? Нет, нет, заранее не закупаются. Все в порядке с ассортиментом и в магазинах районов Чувашии. Сотни торговых точек Чувашпотребсоюза постоянно пополняются крупами, мукой и другими товарами первой необходимости. В торговой сети Чувашпотребсоюза у нас всегда имелся месячный товарный запас. Кроме того, система Чувашпотребсоюза имеет свой оптово-логистический центр Чебоксарской универсальной базы, где также всегда имеется постоянное наличие продовольственной группы товаров. И на сегодняшний день универсальная база полностью готова работать в режиме повышенного спроса. С поставщиками уже увеличены объемы партии завозов, дополнительно налажена работа по дополнительному завозу при первой необходимости. Специалисты Минэкономразвития Чувашии рекомендуют не поддаваться панике. Товары первой необходимости с полок не исчезнут, на складах запасов достаточно. Меры, которые предпринимались, это активное взаимодействие с самими федеральными сетями, местными сетями, оптовыми организациями. Ну, позволили сдержать рост цен. Во-первых, на данный момент таких фактов, чтобы значительно повысились цены на какие-либо товары, нет. Данному фактору повлияло также, что у нас в федеральной торговой сети на уровне Минпромторга России на совещании обещали, что цены повышать не будут. И сдержали, пока сдерживают свое слово. Плюс, хотелось бы отметить, что на нашем, на местном уровне в субъектах проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Сюда подключены органы местного самоуправления и специалистами экономразвития Чувашии ежедневно выходят в магазины, мониторят цены. Об отсутствии продуктов в вашем населенном пункте или росте цен на них можно сообщить ВКонтакте в сообществе Чувашия без паники. Информацию ежедневно проверяют члены оперативного штаба и принимают меры. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. В Чебоксарах в пожаре погибли двое малолетних детей и их бабушка, сообщают в Следственном комитете. ЧП произошло днем 20 марта. В кирпичном жилом доме по улице 2-я путепроводная в Чебоксарах произошло возгорание. Внутри постройки в это время находились двое детей 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка 1970 года рождения. Спасти пострадавших не удалось. По предварительным данным погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Причина пожара устанавливается. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа Следственного управления Следственного комитета по Чувашии. Задействованы криминалисты. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Окно возможностей для стартапов. Институты развития бизнеса объединены в единый орган. Сегодня с работой многофункционального центра познакомился временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Принцип одного окна в работе с субъектами малого бизнеса, пожалуй, можно сравнить с приемом пациента в поликлинике. Тем, кто обратился сюда, дадут необходимые консультации, а в итоге выпишут рецепт, как открыть свое дело. В многофункциональном центре шесть некоммерческих организаций предоставляют свои услуги. От содействия развитию венчурных инвестиций до получения микрозаймов. Если у вас проблемы со сбытом продукции, мы предоставляем вам услугу, допустим, содействия в размещении на электронной торговой площадке. Или на выставках, или ярмарках. Или мы организуем деловую миссию для того, чтобы отправиться в другой регион и презентовать свою продукцию. Наша ключевая задача увеличивать количество предпринимателей, масштабировать их бизнес, чтобы у них увеличивалась, соответственно, выручка, прибыльность, рентабельность. Первые месяцы работы многофункционального центра показали, насколько он был необходим. С конца прошлого года к специалистам обратились более 4000 человек. Временно исполняющие обязанности главы региона считают, что ключевая задача органов власти – сопроводить бизнес-проекты. Это залог экономического роста. Важно теперь, чтобы сюда пошел поток людей, которые хотят заниматься бизнесом. Важно, чтобы мы их каждого, скажем так, здесь встретили, сопроводили и в итоге получили конкретно реализованный проект. В ближайшее время мы предпринимаем серьезные меры по изменению ситуации в деятельности корпорации развития Чувашской республики. По статистике, из 6% россиян, планирующих открыть свое дело, только каждый третий доходит до конца. В развитии сферы малого и среднего бизнеса подобным центрам отводят особую роль. Олег Николаев, экономист по образованию, убежден, что для успешного стартапа важен вовсе не капитал, а грамотный план. Главный стартовый капитал – это компетенция человека в той области, чем он хочет заниматься бизнесом. А вот когда у него уже появятся средства, когда он наработает на этих компетенциях дополнительные деньги, там уже, когда он начинает новый цикл инвестиционного процесса, вот там, наверное, уже как раз появляется вопрос стартового капитала новых инвестиционных циклов. Обучающие программы для начинающих бизнесменов также разработаны специалистами центра. Мастер-классы, тренинги и семинары проводят в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. В моем бизнесе предусмотрено, что будут участвовать в том числе специалисты, юристы, бухгалтеры, менеджеры, которые имеют опыт. И таким образом в этом доме мой бизнес предприниматель почувствует, что его здесь ждут, что он нужен, что его идеи для республики важны. В развитии бизнеса важно указать на точку опоры и дать правильные ориентиры. Временно исполняющий обязанности главы региона поддержал инициативу одной из общественных организаций провести в республике форум женщин-предпринимателей, которые готовы поделиться своими идеями. Дмитрий Ковалев, Наталья Мальчикова и Андрей Спиридонов. Республика. Чувашские школьники будут отдыхать не три недели, а только одну. Весенние каникулы продлятся столько, сколько им положено, после чего начнется новая четверть. Обучение будет проходить в дистанционной форме, сообщает в Министерстве образования Чувашии. На удаленном обучении школьники будут до 12 апреля. При этом ученики младших классов после каникул все же смогут ходить в школу. Решения будут принимать родители и образовательные учреждения. Мобильные бригады, с помощью которых пожилые люди добираются до сельских больниц, уже не редкость. Несколько десятков машин курсируют по дорогам республики. И все для того, чтобы ветераны вовремя получили медицинскую помощь. Насыпать корм, собрать яйца. 80-летняя Антонина Евсеева несколько раз в день выходит во двор, чтобы проведать своих курочек. Каждый день необходимо двигаться, считает она. В последнее время делать ей это нелегко. По словам пожилой женщины, ноги не слушаются. Хорошо бы завершить начатое обследование и получить советы врача. Но районная больница в 8 километрах от деревни Иккова. Поэтому помощь мобильной бригады оказалась кстати. Антонина Александровна, здравствуйте. 30 специальных автомобилей, оснащенных спецподъемниками для инвалидных колясок, поступили в республику летом прошлого года в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Их необходимость очевидна. В Чувашии более 1700 населенных пунктов, в которых проживает 80 тысяч граждан старше 65 лет. Раньше пешком ходили, потом маршрутку к нам в нашу деревню сделали. Я до маршрутки сейчас даже не могу, потому что мне ноги не ходят. Спасибо, что такую нам сделали транспорт. Сейчас мобильные бригады работают во всех районах. Они приезжают к лицам старше 65 лет, которые по состоянию здоровья самостоятельно не могут добраться до больницы. Специалисты медицинских организаций выявляют тех, кому нужно пройти медосмотр, провести дополнительные скрининги. Затем социальные службы определяют маршруты и по графику выезжают в деревню. Сдали анализы, измерили давление и проверили работу сердца. Сегодня Антонина Евсеева и другие жители деревни Икова, воспользовавшиеся с помощью мобильной бригады, прошли диспансеризацию. Несмотря на ваш возраст, все показатели у вас хорошие. Вы молодцы. Дальше также держать. За своим здоровьем следите. Рекомендации врачей соблюдайте. И все у вас будет в дальнейшем прекрасно. На фоне ситуации с распространением коронавируса другие темы отходят на второй план. Все массовые мероприятия отменены, соревнования, форумы, фестивали перенесены. Сколько наша страна и республика в частности будет жить в таком режиме пока неизвестно. Однако в июне нам предстоит отметить столетие создания чувашской автономии. Все планы на праздник пока в силе. Торжества должны пройти во всех районах. И вот тут возникает проблема – состояние сельских домов культуры. Ольга Пырочкина продолжит. Коллективам села Шахазана Канажского района и окрестных деревень повезло. Они могут больше не бояться, что во время танцев на сцене провалится пол. В ноябре 2019 года здесь открыли новый дом культуры. Очень довольны, что новый дом культуры у нас. Наконец-то. Ой, такая красота. Здесь, наверное, приятно будет выступить всем. Строительство продолжалось полтора года, а бюджет – более 50 миллионов рублей. Инфраструктуру для досуга на селе начали развивать по национальному проекту «Культура». Однако добралась эта самая «Культура» пока не до всех российских глубинок. Село Тугаево Комсомольского района. Репетируют и выступают местные коллективы вот в таком здании. Впрочем, им тоже повезло. К концу года они должны заехать в новый клуб. Строительство идет полностью за счет республиканского бюджета. Это где-то 17 миллионов рублей, 16 миллионов за счет республики и миллион за счет местного бюджета. Вот здесь 20 лет жители тоже писали письма. 20 лет просили, потому что очень активное население. Там где-то около 600 жителей. В год в столице Чувашской автономии средства на строительство, реконструкцию, ремонт сельских домов культуры и закупку оборудования выделяют по шести разным направлениям. Только по федеральному проекту «Культурная среда» на 100 миллионов 800 тысяч рублей в Чувашии построят 4 здания. В Урнарском, Канарском, Комсомольском, Чебоксарском районах отремонтируют клуб в Яльчикском. Ряд других объектов профинансируют по проектам «Местный дом культуры» и в рамках указа о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения республики и другим. Задача увеличить процент населения сельской местности, которая занимается творчеством, на 15%. Ольга Пырочкина, Республика. От идеи к воплощению в Ядрине началось благоустройство центральной улицы Комсомольской. В прошлом году город стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». За ходом работ следил Рифат Ваткулин. Тот случай, когда шум у строительной техники под окнами даже рады. Улица Дряное в километр меняется на глазах. Завозятся тонны щебня. Так идет подготовка основания для укладки асфальта. Мы знаем, что здесь будет дорога с односторонним движением, тротуары, зона отдыха, скамейки и будет новое освещение. Вот то, что это делается, мне нравится. Вот такого масштабного, чтобы в Ядрине, ничего же не делали. Правильно, все только там, вот, Чебоксары, Чебоксары, я не знаю, там, Москва. У нас такие «Малые города» и как-то все задвигается. Ну, а же моногород, по сути дела, да. Вот, и такие проекты масштабные, это, конечно, спасибо. Красочная иллюминация, необычные архитектурные конструкции, старинные дома с мезонином, новые торговые павильоны. Авторы проекта органично хотят соединить прошлое и настоящее древнего города. Прогулки по улице Комсомольской станут куда приятнее. Грант, который Ядрин получил за победу в конкурсе, составил 40 миллионов рублей. Еще 20 добавил республиканский и местный бюджет. Вообще, изначально мы планировали в мае этого года начать все эти работы, подать дорожные, подготовить. Ну, из-за того, что в этом году и погода нам помогла, и сказалась, и, сами видите, уже середина марта, уже как сухо, реконструируется сама площадь Победы. И, надеемся, что реконструируется свечный огнем с памятниками известного солдата. И появится тихая городская зона для выхода людей, горожан на нашу набережную. Сделать город более современным и в то же время сохранить уникальный колорит. Так представляют себе конечный результат и жители, и муниципальные власти. Жители города Ядрина очень довольно-таки активно участвовали в этой работе. Многие на сегодняшний момент уже отзываются, что вот этот кусочек, скажем так, улицы будет одним из лучших в городе Ядрина. То есть, отвечать современным требованиям малых городов. И я думаю, что вот этот импульс, который будет задан, он распространится на весь город. То есть, повысит активность жителей в этих вопросах. И, скажем так, сподвиняют и администрацию районов, и администрацию города, чтобы они еще больше заостряли внимание на комфортности проживания жителей. Работы должны завершить до конца года, но есть надежда, что успеют пораньше, до сентября. Тогда появится шанс поучаствовать в очередном конкурсе, но уже в качестве исторического поселения. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика. В Новочебоксарске юные авиамоделисты более восьми лет ждут площадку для занятий. После соответствующего поручения временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, решение проблемы получило новый импульс. Основная часть работы была сделана. Это, значит, была выровнена площадка, было установлено ограждение. Вот. Сейчас нужно закончить центральную часть круга. Казалось бы, чего проще? Засыпать щебень и уложить 4 сантиметра асфальта. Но чтобы с этой площадки в небо поднялись самолеты, авиамоделистам пришлось отстаивать свою мечту. На строительство кардодрома выделяли средства и городские организации, и жители. Это народная стройка, и мы ждем ее окончания. Ребята, вот у меня внук занимается с 5 лет, сейчас ему вот завтра будет 16. И 11 лет он мечтает, что будет свой кардодром. Мальчишкам занятие только на пользу, считает полковник запаса Рева Мамайкин. И пусть не все ребята станут будущим инженерами, но патриотами и увлеченными людьми однозначно. Именно на таких кардодромах мы учились воевать или защищать нашу честь школы и нашей республики. Наша команда стала даже чемпионом республики. И из наших, кто занимался, поступили трое в Казанский авиационный институт. Так что перспектива для развития детского технического творчества, для подготовки инженеров, она очень-очень жизненно необходима. В этой мастерской на базе Центра творчества более 60 ребят под руководством опытного руководителя постигают азы самолетостроения. Скорость такой модели ориентировочно 100, 110, 120 км в час в зависимости от доработанности двигателя. Дети составляют топливо сами, приготовляют, значит, дорабатывают двигатели сами. Таким образом они знают принципы работы двигателей внутреннего сгорания. Это практически уже готовый специалист. Недавно ребята вернулись со всероссийских соревнований. Среди 20 сильнейших команд страны они сумели завоевать призовое место. Сейчас мы проводим в сложных условиях полеты, потому что своего кордодрома нет. Мы всегда хотели иметь свою законную площадку, на которой было бы безопасно запускать самолеты. К сожалению, земля, на которой предполагалось строить площадку, стала предметом споров. Судебные тяжбы, проверки, бюрократические разборки затянулись на 8 лет. С начала 2017 до марта 2020 ситуация не менялась. Строительство кордодрома приостановили, средства благотворителей заморозили. Участок под кордодром сняли с баланса детско-юношеской спортивной школы номер один. А Центру творчества детей и юношества не передали. У нас заключено четырехстороннее соглашение между администрацией города Новочебоксарска, Центром развития творчества детей и юношества Дюльша номер один и Ассоциацией выпускников КАИ о строительстве данного кордодрома. И администрация обязуется предоставить земельный участок. По поручению временно исполняющего обязанности главы Чуваши Олега Николаева, участок передан для оперативного управления для занятия с кордовыми моделями. И у жителей Новочебоксарска появился повод почаще смотреть на небо. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Почти 90 лет первой Чебоксарской городской больницы имени Осипова. Она с достоинством носит звание старейшего лечебного учреждения в Республике. Более 20 сотрудников больницы – участники Великой Отечественной войны. Один из них – Валериан Феофанович Афаринов. В годы войны он был стрелком на фронте. В мирное время 18 лет проработал фельдшером неотложной медицинской помощи. 17-летним мальчишкой его призвали на фронт. Как сегодня помнит ветеран эти дни, когда судьбы его товарищей, родных и близких в одно мгновение перевернула война. Призвали меня в 43-м году. Января месяц призвали в армию. Потом на фронт я попал по Божьему. После прохождения курса молодого бойца в стрелковых ротах его отправили на фронт под Ленинград, на Карельский перешеек. Днем и ночью грохотали артиллерийские залпы, вспоминает ветеран. И до сих пор перед глазами пехотная рота, поднимающаяся в атаку. 10-го июня только 44-м вошли наступления. Вот этот день, 10-го июня, очень такой, в общем, миномет, артиллерий работал, авиация работал. А в дни войны он потерял немало товарищей. В одном из боев из роты в живых осталось лишь 9 человек. Война не щадила никого. Все тяготы пришлось пережить и юному бойцу. Меня вообще признали негодным к мицрую службы. После лечения он работал сначала на Курильских островах, затем вернулся на родину и поступил на учебу в Алатрскую фельдшерскую школу. 18 лет проработал в службе неотложной медицинской помощи в первой городской больнице. Ныне первая Чебоксарская городская больница имени Осипова. Трудно было работать, конечно. Я работал на скорой, работал в городе немного. То пенсии работал, в общем. В этой больнице, похоже, до сих пор ощущается дух того времени. Обстановка, лекарства, инструменты и другие уникальные экспонаты рассказывают нам, как в условиях дефицита и нехватки элементарного медицинского инвентаря самоотверженно трудились врачи и медсестры, спасая жизни. Сегодня грудь ветерана украшают многочисленные награды. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу, медаль Жукова. 95-летний ветеран утверждает, что сохранить физическую форму и ясную память ему помогают прогулки на природе и правильный образ жизни. Медицинский работник со стажем рекомендует этот рецепт всем. Наталья Мальчикова, Республика. Чувашская Республика заняла первое место по итогам конкурса среди военных комиссариатов Центрального военного округа на лучшую подготовку граждан к военной службе. Итоги подвели на днях в Республике Татарстан. В 2019 году норма призыва граждан на военную службу Чувашии была выполнена на 100%. Отправлено в войска 2456 человек. Первое место среди военкоматов Центрального округа Чувашия занимает второй год подряд. Таковы главные новости к этому часу. Хороших вам выходных!